добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о власти и авторитете отца еще один тезис который я хотел бы вам предложить для того чтобы вы подумали на эту тему это тезис о том что власть никогда никогда не была задумываема для разрушения сегодня вот говоря о культуре до атмосфере в которой мы живем это все-таки больше атмосфера страха нежели атмосфера любви и в этой атмосфере которая присуща не только семьям но и всему нашему обществу формируется такое понимание власти как силы который обязательно тебя нагнет обязательно воспользуется этим преимуществом и обязательно причине тебе страдания разрушая что-то если вы попадали уже в какие-то ситуации с представителями власти то вы понимаете что некоторые и я бы даже сказал большинство людей власти они пытаются давить они пытаются что-то разрушать они пытаются переделать тебя под тот формат который для них близок и вот это формирует в нас вот это осознание того что власть всегда ломает власть всегда приносит некую боль и она что-то надламывает внутри каждого из нас это видно по простым достаточно несложным примером когда вы идете по улицу встречаете представителя власти не играет роли в какой он форме или без формы и это человек говорит с вами пытаясь надломить вашу психику и показать что он на самом деле представитель власти власть основанная на насилие говорила прошлой капли и власть основанная на разрушении это власть которая формирует еще одна власть которая формирует эту культуру атмосферу страха в нашей жизни как это происходит достаточно просто когда мы с вами видим человека который ну давайте так не выражает того мировоззрения которое обладаем мы который не живет так как мы верить не так как мы одевается не так как мы и так далее так далее и мы подходим и пользуясь той властью которая у нас есть мы пытаемся разрушить его мировоззрение навязать собственные взгляды и утвердить ту веру которую мы обладаем две вещи которые я хотел бы в этой связи сказать во первых это невозможно во вторых это контрпродуктивно то есть грубо говоря мы добиваемся абсолютно обратного результата как только мы думаем что власть призвана разрушать мы начинаем просто это делать мы разрушаем что-то веру мы разрушаем чьи-то убеждения и так далее так далее так далее очень в свое время вот такой пример определенные молодежные группировки типа скинхедов они ловили парней с длинными волосами не знаю как это происходит сегодня но в дни моей молодости это было отрезали им волосы а если находили джинсы порванные то дорывали это то есть обладая силой и в тот момент определенные власти основанные на силе они просто разрушали и никто их не любил и до сегодняшнего дня никто не любит этих ребят почему потому что власть которая разрушает не созидает атмосферы любви не созидает культуры любви она созидает культуру страха бог никогда не задумывал власть для разрушения даже если кто-то говорит что сначала нужно разрушить помните знаменитый текст песни ленинских времен мы разрушим старыми до основания затем построим на его основании новой на руинах но так не не бывает истинная власть никогда не разрушает истинная власть всегда направлена на то чтобы служить людям и об этом мы поговорим в следующем